В Якутской столице Якутии после проведения мобилизации выдали каждой семье овощные наборы. То есть это несколько картошек, несколько морковок, несколько луковиц и еще буряк, свекла по-русски. И вот это все, сельдерей очевидно, и вот это все, маленький кулечек. И это с таким счастьем люди об этом говорили. И я понимаю, что и Якутам, которых призвали, это тоже было приятно. То есть людей довели до такого состояния, что они радуются продуктовому набору, общая цена которому 2-3 доллара. И вот недаром пошел в армию, домой принесли одноразово овощной набор. То есть если им дать пруфы какие-то более серьезные, если мы будем говорить цинично, более серьезные, намного пруфы, они придут за большим набором. А у нас вопрос результативности. У нас главное, чтобы они не воевали, либо воевали с другой стороны. Поэтому неважно. Тут нет цинизма. Для них же не существует цинизма, когда они за овощной набор идут воевать. Но не только овощной набор. Понятно, на территории Украины можно стиральную машинку украсть, еще же тостер. То есть это разделяется на две части. Как бы бизнес, но все равно. Им же можно предложить что-то более существенное и не погибнуть. А что делает Россия? Россия сейчас создает именно вот ту русскую Россию, которой никогда не было. Призываются же в основном представители национальных меньшинств. Призываются мужчины. Они погибнут на войне. Это вот эти первые две волны. Ну, до миллиона, да, условно? Чуть меньше. Это фактически, если мы посчитаем, это все здоровое население. Молодое, значительная часть Северного Кавказа. По Волжье, той же Япутии. Потому что Туву и Бурятию, вот эти крупные относительные республики, их выбили во время первых наступлений. Первых наступлений. И фактически сейчас они выбьют всю молодежь. Соответственно, не будет мужчин, которые потом смогут создать национальные семьи в своих национальных республиках. То есть фактически уже эти народы исчезнут. Я надеюсь, что нас и в России смотрят, я уверен, и массово смотрят. Пусть они задумываются, что, во-первых, они оставляют свои семьи на голод и на произвол. После того, как они погибнут в Украине, кто будет заботиться об их семьях? Никто. Во-вторых, их используют за идеи, с которыми воевали их предки. Это очень важно понять. И вот сейчас, например, какого-нибудь Удмурта или Мордвина ведут воевать за русский мир. Но его предки столетиями воевали, чтобы не стать частью России. Потом проиграли, и теперь его заставляют идти воевать против того, за что воевали его предки. За страну, которая уничтожила его культуру, уничтожила его язык, уничтожила его уклад. И он теперь не понимает, кто он. И какую часть он будет иметь в этом русском мире, если он не русский. Это, конечно, очень классно. Но это похоже на то, что, например, всех пригласили в кино, а у тебя проблемы со зрением, и ты ничего не видишь. Но для того, чтобы попасть в кино, нужно разгрузить несколько вагонов картошки. То есть ты разгружаешь картошку, но ты ничего не будешь видеть в кино. Поэтому ребята должны очень хорошо над этим задуматься, стоит ли разгружать эту картошку. Тем более, что может завалить мешками во время этой разгрузки. Но фильм ты не увидишь в любом случае. Просто фильм не для тебя. Фильм ясно обозначен. Это фильм русского мира. Это фильм для русских. За что ты умираешь, воюя против Украины, с которой никогда ни якуты, ни буряты, ни чуваши, ни татары даже не граничили, не воевали и ничего не делили. Ни аварцы, ни чеченцы, не было таких войн. Чеченско-украинских или украинско-лизгинских. Нет смысла воевать. Опять же, очень важный момент. Многие народы России находятся в условиях жесточайших конфликтов. Это, например, осетин и ингуши. Их конфликт никуда не ушел. И вот россияне их отправляют воевать против Украины. Но, опять же, миллион адыгов, черкесов, которые искусственно разделены на четыре народа. Там придумали четыре народа, чтобы по переписи не писать их одним народом. Там кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шавсуги. Но это один народ с одним языком. Их разделили. Россия устроила геноцид. И как они могут идти воевать за Россию после этого? То есть, нужно задуматься. Это нонсенс. Народ, против которого устроен геноцид, идет воевать за страну, которая устроила этот геноцид. И это история со всеми народами. То есть, о каждом народе России мы можем сказать о серьезной проблематике. Вот, смотри. Для этого зрителям канала очень легко посмотреть переписи. Вот, посмотрите. Народ Ижора. Да? Финно-угорский народ. Их, например, там 100 лет назад 50 тысяч. А сейчас их 500 человек. То есть, 500 человек с 50 тысяч. Если бы они жили на территории Нормандии во Франции, сейчас бы их было бы 200 тысяч. Но их 500 человек. И так по любому народу, пройдите к российскому. Посмотрите перепись 1897 года. В том числе представители этих народов. Я им советую. Интернет, я надеюсь, в России есть. Зайдите в интернет. Посмотрите, сколько вас было 100 лет назад и сколько вас сейчас. И задайте вопрос. Что это за такой замечательный русский мир за это время, который уничтожил ваши народы, ваши культуры и ваш мир? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!